Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программы «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Мелешкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Женщины Бреста покоряют любые вершины. Делают и будут делать все для того, чтобы дети росли в мире и достатке, чтобы любимые люди не знали трудностей, были мудры, умны и здоровы. Замечательным весенним праздником поздравил прекрасный дам председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Новый руководитель, новые планы. В Брестской таможне прошли выборы секретаря первичной организации общественного объединения БРСМ. Закон и порядок в приоритете. В Брестском областном управлении департамента охраны МВД новый руководитель Дмитрий Казак. Коллективу его представил начальник департамента охраны МВД Александр Шепелев. Клумбы Бреста в нынешнем году украсят свыше полумиллиона цветов. Корреспонденты БУК-ТВ узнали, каким будет цветочный сезон весны 2023. Впервые в Бресте республиканский чемпионат по армрестлингу среди мужчин и женщин. Организатор спортивного феста – 17-кратный чемпион мира по армрестлингу Виктор Браченя. Не скажу, что-то оригинальное, но вся прошедшая неделя прошла под знаком дня 8 марта. А по этому программу «Итоги недели» мы решили начать с некого обзора праздничных весенних мероприятий. И неудивительно, ведь среди всех дат в календаре этот праздник, пожалуй, самая цветущая, благоухающая и любимая для многих женщин дата. Ведь в этот день представительницы прекрасного пола принимают подарки, комплименты и особое внимание со стороны мужчин. А это и есть повод почувствовать себя нужной и любимой, отвлечься от серых будней и насладиться своей женской природой. А природа женская, как известно, многогранна. Брестские женщины не один раз доказывали, насколько все они не похожи друг на друга, насколько они индивидуальны, талантливы и энергичны. Сколько в них силы и вдохновения. Изящная фраза «Дарите женщинам цветы» стала девизом для мужчин Брестского горосполкома. В канун 8 марта они проявили по-настоящему пресловутую мужскую щедрость. А дарили приглашенных на прием дам цветами, комплиментами, подарками. Сегодня весь мир отмечает самый красивый, нежный и любимый праздник – Международный женский день. В родном Бресте эту дату празднуют широко и красиво. Накануне знаменательного дня, который в этом году пришелся на среду, глава Бреста Александр Рогачук пригласил 20 красивых и успешных, талантливых, очаровательных и выдающихся. Слабых, но при этом таких сильных представительниц разных сфер деятельности города над Богом на торжественный прием. Женщины Белоруссии, города Бреста – это составная часть социально-экономического развития нашего города. Вы посмотрите, они в образовании, они в здравоохранении, они в банковской сфере, они в экономике, они в бизнесе, они практически везде. Поэтому, говоря женщинам добрые слова, мы в какой-то мере и стимулируем развитие нашего города поступательное движение вперед. Ну и, конечно, кроме этого, абсолютно очевидно, что основная нагрузка на плечах женщин в воспитании детей. Основная нагрузка в передаче вот этого опыта поколений, национальной традиции, культуры, общего уровня развития, патриотизма – это все-таки на женских плечах. А наша задача мужчин – создавать условия для того, чтобы наши женщины, наши брещенки были счастливы. Сегодняшнее мероприятие, оно традиционное, оно преследует абсолютно понятную и прагматичную цель власти – сказать спасибо, кто вместе с властью, кто помогает власти двигать город вперед. Наши брещенки самые красивые, самые-самые-самые-самые. Это был по-настоящему праздничный и честный прием. Без пафоса все максимально искренне, с теплотой и душевностью. Женщины рассказывали, с чего начинали трудовую деятельность, как не пасовали перед трудностями, чего хотят в будущем и как любят Брест. А мэр, в свою очередь, на правах хозяина мероприятия рассказал о вкладе прекрасной половины областного центра в развитие и процветание родного Бреста. Поблагодарила лично каждую из приглашенных дам, каждый уделил внимание, подчеркивая, что только женщины могут соединять в себе такие черты, как строгость руководителя, ум, расчетливость и креативность эффективного менеджера-управленца с нежностью, хрупкостью и красотой. Но все это получается лишь в одном случае, когда женщина любима и счастлива. Секрет женского счастья в нас самих, в женщинах. Счастье – это ведь мы, и насколько мы внутренне готовы радоваться жизни, радоваться тому, что мы делаем, дарить эту радость, делиться с семьей, с близкими, с коллективом. Настолько мы создаем вокруг себя вот эту вот счастливую территорию. Поэтому женское счастье – это мы с вами. Без поддержки семьи, детей, мужа будет сложно реализоваться, но можно. Но когда ты идешь вперед, а твои близкие тебя поддерживают, вы же понимаете, что это ускорение. И ты вперед идешь быстрее. Поэтому, конечно, когда поддержка есть, все, что ты делаешь, делать легче. Секрет женского счастья, конечно же, в любви. Потому что женщины, как весна, которые ждут море цветов, любви, радости, женское счастье, конечно же, в детях, конечно же, в семье. Ну и какая современная женщина не хочет себя сама реализовать. Поэтому и, наверное, в выбранной профессии – это тоже счастье. Каждая из приглашенных на торжественный прием женщин по-своему уникальна. Каждая из них состоялась не только как любящая жена, мама или бабушка, но и как профессионал своего дела. В современном мире, где практически стерты гендерные границы, прекрасные дамы каждый день доказывают своей качественной работой, успехами в любой сфере деятельности, что представительницам прекрасной половины человечества все по плечу. И делают это они, как присуще каждой леди – шармом, элегантностью и удовольствием. Чтобы стать успешной женщиной, конечно, в первую очередь важна поддержка родных и близких. Это самое важное. И это должна ощущать каждая женщина. По завершению такой теплой и душевной встречи прекрасные дамы услышали слова благодарности и поздравления с праздником. Без внимания, подарков и, конечно же, цветов не осталась ни одна участница приема. Сотрудники Брестской таможни выполняют важную задачу. Стоят на страже экономической безопасности Республики Беларусь и западной границы Евразес. Сегодня в структуре 8 таможенных постов и 23 пункта таможенного оформления. На работу ведомства приходят и молодые сотрудники. Часть из них становится активистами Белорусского республиканского союза молодежи. Подведение итогов работы, выборы секретаря и обсуждение планов на перспективу. Собрание первичной организации БРСМ накануне состоялось в Брестской таможне. Подробности в следующем материале. Первичная организация общественного объединения БРСМ Брестской таможне существует с 2008 года. Сейчас она объединяет 118 молодых и активных людей. Члены первички принимают участие в общественных мероприятиях и акциях, проводимых на городском и республиканском уровнях. Традиционными являются благотворительные акции «Елка желаний», «Чудеса на Рождество», «Все краски жизни для тебя», патриотическая акция «Беларусь помнит», проведение открытых диалоговых площадок, республиканские акции и проекты, такие как «Неделя леса», «Аллея семейных деревьев» и другие. Руководством Брестской таможни поддерживается молодежная инициатива сотрудников, что позволяет активно развивать первичную организацию БРСМ Брестской таможне, обеспечивать ее стабильное функционирование. Большинство членов нашей организации пришло к нам из учреждения образования, но есть немалая часть сотрудников, которая вступила в ряды БРСМ, работая уже в Брестской таможне. Хочется отметить, что в 2023 году численность сотрудников первичной организации БРСМ Брестской таможне увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На собрании подвели итоги работы за прошлый год, обозначили и цели для дальнейшего развития, вручили членские билеты новичкам и чествовали сотрудников, достигших 31 года, а также утвердили кандидатуру секретаря. Александр Лисак уже возглавлял первичную организацию молодежного движения. По итогам собрания был сформирован и комитет первичной организации. Основной особенностью сегодняшнего отчетно-выборного собрания от других отличается тем, что сегодня мы избираем комитет, а это руководящий орган первички, из числа не только сотрудников административного здания, в котором мы сейчас находимся, а всех представителей действующих таможенных постов. Это нам позволит наиболее эффективно продолжить работу первичной организации, проводить более эффективную адаптацию прибывающих сотрудников Брестской таможни, наладить координацию между всеми структурными подразделениями и обеспечить взаимовыгодные отношения молодежи и руководства Брестской таможни, что в целом позитивно будет влиять на реализацию общей республиканской молодежной политики Республики Беларусь. Брестской области участниками Белорусского республиканского союза молодежи являются свыше 47 тысяч молодых людей в возрасте до 31 года. Цель организации – создание условий для всестороннего развития участников, культивирование патриотических и духовно-нравственных ценностей, а также реализация государственной молодежной политики Республики Беларусь. Я хотел бы поговорить Брестскую таможню за работу с молодежью, потому что действительно она проводится здесь на достойном уровне. Понятно, что мы будем еще наращивать и, надо сказать, количественный потенциал, но при этом не теряя качества. Я хочу сказать, что Брестская таможня является в чем-то примером для всех остальных первичек работающей молодежи. Но очень важно тут не забыть каждого. Действительно, нужно знать и проблемы молодежи, нужно знать, чем она интересуется. Брестская таможня видит большие перспективы для развития своего молодежного движения и готова над этим работать. Меньше недели осталось до учредительного съезда новой политической партии «Белая Русь». Он состоится 18 марта в городе Минске. Именно в столице пройдет обсуждение принципов работы и программы Центрической партии. В эти дни от общественной организации с одноименным названием выдвигаются кандидаты. В трудовых коллективах идет активное обсуждение программных документов. А накануне в Брестском регионе выбрали главу областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Им стал Николай Сопот, который сменил на этом посту Александра Бахановича. Все подробности в следующем сюжете выпуска. За все время существования каждый причастный к организации «Белая Русь» приобрел значительный опыт участия в общественно-политических мероприятиях разного уровня. Прежде всего в избирательных кампаниях, а вот активная гражданская позиция членов организации проявилась и будет дальше проявляться в том, чтобы оказывать помощь ветеранам войны и труда, участием в акциях по поддержке многодетных и малообеспеченных семей, а также в мероприятиях по благоустройству города Бреста и многое другое. Общественное объединение свою деятельность как осуществляло, так и продолжит осуществлять. Членство в «Белой Руси» в общественном объединении на сегодняшний момент порядка 220 тысяч членов. Мы считаем, что это состоявшаяся организация. Мы работаем над расширением нашего количественного состава, качественного состава. Но вместе с тем политическая партия даст возможность реализовывать определенные задачи, которые реализовать общественное объединение самостоятельно не в силах. Это влияние на какие-то определенные политические события в стране. Для меня лично это уже жизнь на сегодняшний момент, потому что реально практически с первого дня формирования общественного объединения я нахожусь в этом общественном объединении, принимаю участие во всех его программных действиях. Ранее это было на уровне, скажем так, рядового члена. В дальнейшем секретаря первички одной из организаций наших. И вот на сегодняшний момент уже в должности заместителя председателя мира Республиканского совета у меня появилась возможность общения с людьми по всей нашей стране. Это очень ценный опыт, это ценные знания и это понимание того, что мы живем действительно в светлом государстве с жизнерадостными людьми, людьми со своими жизненными принципами, которые готовы эти жизненные принципы отстаивать не только словом, но и делом. В городе над Бугом накануне прошла выборная конференция областной организации общественного объединения «Беларусь». На повестке дня выборы сразу нескольких структур организации. Это совет и президиум, выборы нового руководителя совета, а также подведение итогов работы за прошлый год и установка тех или иных задач на следующий. Беларусь приняла огромное количество, приняла участие в большом количестве мероприятий, в обсуждении законов в Всебелорусском народном собрании, в обсуждении законов о политическом устройстве нашей страны. На данный момент, в феврале месяце, мы провели большую акцию по военно-патриотическому воспитанию населения. Эту акцию мы проводили совместно с Белорусским союзом офицеров, Белорусским союзом ветеранов войны в Афганистане. Сейчас мы приступаем к различным другим социальным проектам, которые Беларусь проводит. Одним из главных вопросов конференции стал выбор нового руководителя Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Беларусь». Им стал выпускник Белорусского государственного университета транспорта Николай Сопот. Более 25 лет он трудится в Брестском отделении Белорусской железной дороги, пройдя путь от электромеханика, вычислительной техники дистанции сигнализации и связи до начальника отделения. Николай Сопот после своего назначения поблагодарил коллег за оказанное доверие, пообещал приложить все силы, чтобы его оправдать, а также выразил уверенность в плодотворной совместной деятельности. Самое ценное в любой работе – это люди. Беларусь – это объединение, скажем так, которое печется наших людях, которое объединяет этих людей, объединяет молодежь в том числе. Если взять железную дорогу, то у нас тоже очень много молодежи, и я нацелен работать с ней, и работаем мы все целы. Сегодня есть основная задача – это создание партии, это объединение людей вокруг этой партии, ставить новые задачи, новые цели. На последнем Всебелорусском собрании эта идея была поддержана, о многопартийности и о том, чтобы основным органом управления было Всебелорусское собрание, но без партии, без объединения единомышленников невозможно донести мысль каждого человека в органы управления. Основываемся на идеологии белорусского государства. У нас все эти принципы закреплены в нашей Конституции, поэтому никакого другого направления развития нашей политической партии мы считаем быть не может. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович. Специально для программы «Итоги недели». Закон и порядок. В Брестском областном управлении Департамента охраны МВД новый руководитель. Подразделение возглавил подполковник милиции Дмитрий Казак. Нового руководителя коллективу представил начальник Департамента охраны МВД Александр Шепелев. Дмитрий Казак был заместителем начальника Брестского областного управления, а сейчас возглавил ведомство. Ранее руководил Ленинским отделом охраны города Бреста. Под его руководством подразделение не раз занимало призовые места и становилось лучшим среди других подразделений республики. За спиной у Дмитрия Казака служба в вооруженных силах и диплом военной академии Республики Беларусь. Перед новым руководителем определен ряд служебных задач. Первое – это качественное обеспечение и оказывание охранных услуг, обеспечение общественной и имущественной безопасности в зонах маршрутов патрулирования, на разводах задержания области и на постах охраняемых объектов. В целом поддержание общественной безопасности наших граждан во всей области. Вторым направлением деятельности для себя ставлю – это расширение сферы оказываемых охранных услуг. И в год выбранный в Департаменте охраны, год информационных технологий – это использование новых форм и методов выполнения задач, а также иных средств, технических средств. Ну и, конечно же, третьим направлением – это сохранение кадрового ядра для успешного выполнения всех поставленных задач главой государства, министра внутренних дел и главой нашего ведомства. Охрана субъектов хозяйствования и личного имущества граждан, сопровождение грузов, безопасность физических лиц – это и многое другое в зоне ответственности представителей департамента. Так как сохранение закона и порядка – неизменная и приоритетная задача. Нового руководителя коллектива представил начальник департамента охраны МВД Александр Шепелев. Он отметил, что с ходом времени развиваются и усовершенствуются подходы в организации безопасности. Мы сегодня развиваем Центр информационной безопасности, мы переходим от физических постов охраны к техническому внедрению и внедряем новые технологии в порядок организации общественной безопасности нашей страны. Поэтому цели и задачи определены. Необходимо обеспечить надежность и безопасность на наших охраняемых объектах, а также правопорядок в нашей стране. Евгений Мороз, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Брест. Несмотря на то, что на календаре март, погода все еще показывает свой характер. Заметали улицы снегом. И тем не менее весна шаг за шагом вступает в свои права. Скоро начнет просыпаться природа, принарядятся улицы, начнутся и активные работы по озеленению города. К этой поре цветоводы Бреста готовятся заранее. Еще с прошлой осени в открытый грунт в городе высажено 35 тысяч тюльпанов и около 10 тысяч гиацинтов. Они первыми порадуют жителей и гостей. Но не только они. В тепличном комплексе «Волынка» уже готовят цветы и растения, которые в свое время украсят клумбы Бреста. Наши корреспонденты узнали, каким будет цветочный сезон весны 2023. Это растение называется бетуния. Мы ее вначале сеем из семечек в ящики. Сеем в ящики, потом она подрастает до определенного момента. Мы начинаем ее пикировать. И пикируем мы каждое растение из семечков в горшочек. Вот видите, какое оно. Это же оно чуть-чуть больше. Так мы еще меньше его пикируем. Ну вот, и оно вот, чтобы до такого момента, чтобы выросло, то нужно недели, ну, три. Елена Пилипович работает цветоводом уже 4 года. И для того, чтобы все получилось, уверена, что нужно любить свою работу. И именно тогда рождается красота. Надо любить цветы, конечно. Если ты еще легкая рука, ну, может, мне кажется, нужна, чтобы была... Ну, не знаю, как вам сказать. Если тут душа лежит, они будут свисти и расти. Буквально через пару недель этот зеленый цветочный ковер расцветет множеством ярких красок. А пока растения только начинают просыпаться. До майских праздников в Бресте высадят более 20 тысяч пострых виол, или их, как называют в народе, анятины глазки. Цветоводы коммунальникова вовсю готовятся к тому, чтобы преобразить город после зимы. Вместе с тем, еще с осени в грунт были высажены гиацинты и тюльпаны. Первыми нас в этом году, в этом сезоне порадуют, конечно же, это тюльпаны, гиацинты и виола, так называемые анютины глазки. В прошлом году виола у нас была высажена уже где-то в конце апреля. Ну, конечно, какие будут погодные условия позволять, говорится, высаживать этот цветок. А так, конечно же, первыми зацветут у нас клумбы, это тюльпаны и гиацинты. К сезону весенне-летнему готовимся, конечно же, заранее. Заранее продумываем концепцию, что будет, что-то какие-то новинки, нововведения, новые семена закупаем, вводим новые цветы. Ну, ассортимент, скажем, у нас большой. Пикировка, тщательный полив и температурный режим – все для того, чтобы из маленького семечка вырос прекрасный цветок. Пристальное внимание и к ландшафтному оформлению клумб. Появляются и новинки среди зеленых красавиц. Ждут брещаные венки и в ампельном озеленении. И как только позволит погода, озеленители начнут работы в городе. Выращивают на предприятии и горшечные растения. Выращиваем мы все сами в нашем тепличном комбинате волынка. Очень много разных цветов. Будут цветы традиционные, сульфиния, петунья, традисканция, бархатцы. Конечно, будут и новинки. В этом году у нас одна из новинок, так приоткрываю немножко завесу такую, скажем, новогвинейский бальзамин. Это новый вид бегонии. Бегония очень себя хорошо зарекомендовала. У нас на клумбах города. Это цветок, который цветет почти весь сезон. Неприхотливый цветок. И очень удобно цветком делать рисунки на клумбах. Всего же клумбы Бреста укросят свыше полумиллиона цветов. Так что эта красота будет искренне радовать горожан и гостей областного центра. Евгений Мороз, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Как провести выходные, каждый выбирает сам. Кто-то предпочитает классический отдых у телевизора на диване, а кто-то за активное времяпрепровождение. Тем более, что возможностей для этого много. Особенно для тех, кто готов не только на других посмотреть, но и себя показать. Для любителей помериться силами в городе над Бугом прошел республиканский чемпионат по армрестлингу среди мужчин и женщин. Желающих оказалось немало. Организовал эти зрелищные республиканские соревнования наш земляк, 17-кратный чемпион мира по армрестлингу Виктор Браченя. Все подробности в заключительном материале выпуска. Много кто видел фильмы о супергероях. В Бресте есть свой, но в отличие от придуманных голливудских персонажей, реальный. Виктор Браченя самый титулованный армрестлер в Беларуси. Заслуженный мастер спорта, 17-кратный чемпион мира, многократный чемпион Европы по армрестлингу. Это человек с железной хваткой и, что еще важнее, с железным характером. Виктор стал легендой не только Брещины, но и всей Беларуси. Казалось бы, чего еще хотеть? Оказывается, стать одним из организаторов республиканских соревнований, которые с каждым годом выходят на новый уровень, собирают как можно больше участников и становятся традиционными. Сегодня в Бресте проходят республиканские соревнования по армрестлингу среди мужчин и женщин. Они проходят каждый год. Но что примечательно и очень приятно, мне как спортсмену, который занимается армрестингом, живет этим видом спорта, что данные мероприятия в Бресте проводятся впервые. То есть я взял на себя, скажем, уже организаторские такие нюансы. И было очень интересно, чтобы ребята приехали, показать наш город, все наше гостеприимство и, конечно же, выявить сильнейших спортсменов. Любой вид спорта – это тяжелый вид спорта, потому что только спортсмен знает, насколько это тяжело добиваться победы. Но в данный момент армрестинг развивается во всем мире, и, соответственно, мы также растем, развиваемся, популяризируем. Это сплав и силы, и техники. То есть одно другого не бывает. То есть одной губой силой здесь, конечно же, потому что когда схватка длится доли секунды, нужно концентрацию держать постоянно. Сегодня в городе над Бугом прошел республиканский чемпионат по армрестлингу среди мужчин и женщин. Желающих оказалось немало. Первым делом гостей чемпионата ждала торжественная церемония, чтобы настроиться с мыслями и выступить на все 100%. Удачи в соревнованиях армрестлером пожелал и заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба. Часть железа была еще, наверное, давным-давно, еще в 90-х годах, в 2000-х, ребята по подвалам качали железо. Сейчас наша страна развивается, развивается вперед, развивается город Брест, у нас очень много хороших залов, где в том числе ребята могут заниматься спортом. А такие соревнования, в частности, чемпионат республики по АНС проходит в городе первый раз. Он в том числе популяризирует этот вид спорта. Всем хочу пожелать хороших, позитивных эмоций на сегодняшний день и пускай победит сильнейший. Порядка сотни любителей силовых видов подали заявки для участия в соревнованиях. Это как мужчины, так и слабая половина человечества – девушки. Вот только можно ли их назвать слабыми? Вопрос спорный. Ведь они наравне с мужчинами занимаются армрестлингом и показывают шикарные результаты. Мороз Сергей и Макаринка Олег. Готовятся Демидович Чалый. Занимаюсь этим видом спорта. Сейчас посчитать надо. Ну, лет 10 точно. Я сделала на чемпионаты Европы-Мира. Тренер как бы у меня был по баскетболу и как раз практиковал тренировки по армрестлингу. Говорит, пошли, попробуем. Вот, попробовали, до сих пор занимаемся. Соперники сильные. Сегодняшняя категория у меня до 60 килограмм. Это у меня впервые. В основном я выступала 55-50 килограмм. Сегодня, как говорится, в первый раз. Три человека в категории, конечно, очень мало. Но соперники стоят того. Сигнальные всегда проходят на, я бы сказала, на хорошем уровне. Всегда есть хорошая конкуренция. Ну, а подготовка у каждого своя индивидуальная. То есть, именно такие чемпионаты и сделаются для того, чтобы привести итоги и показать, как ты подготовился все это время. Хочется быть сильной, первой, постоянно. Ну, не всегда же была первая. Поэтому потихоньку, по ступенькам шла-шла-шла. А желание быть первой, оно преобладает тобой. Поэтому ты начинаешь больше заниматься, более серьезно углубляться и достигать каких-то высот. Для большинства участников эти соревнования стали не только установкой какого-то результата, но и проверкой силы духа и внутренней мотивации. И даже несмотря на поражение, каждый из участников намерен двигаться вперед, что-то менять в своих тренировках, подготовке к соревнованиям и, конечно же, добиваться поставленных целей. Сегодня мои 27-е соревнования по счету, но в соревнованиях в чемпионате республики я седьмой раз. Очень тяжело. Мой соперник, я его хорошо знаю, потому что мы в одной команде тренируемся, он мастер спорта. Очень сильный соперник, поэтому очень тяжело. Неприятно, конечно, очень хотелось победить, но что делать? Победителям и призерам организаторы подготовили дипломы и медали. Спонсоры – ценные подарки. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события. Какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте. 54, 63, 67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Анастасия Милишкевич, говорю вам до встречи и как всегда. Желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова